Всем привет! Вы на канале Алена Вондер и сегодня мы поговорим о Федок Штерне и розовой Кадиллаке. А пока мы не начали, жми кнопочку подписаться на канал и ставь жирный лайк. И поехали! Если вы помните, Кадиллак это свежий хит Моргенштерна и Элджея. Упс, неправильно. Элджея и Моргенштерна. Давайте сразу к делу. После слива Кадиллака в сеть, Морген собственноручно выложил трек на ютуб. И все фаны были в восторге. Тем временем в инстаграме у Моргена мы видим съемки клипа. Все прекрасно. Морген и Элджея как лучшие друзьяшки катаются в Кадиллаке, флексят и все у них круто. И тут видео Кадиллак кидают страйк. И его блокируют по жалобе о нарушении авторских прав. Хм, от кого же жалоба? От некого Нельсона. Кто такой Нельсон? Некоторые думают, что это чел, который снимает видосики по Бравл Старс. Не повезло чуваку. Сейчас его будут разносить 12-летние фанаты Моргена. Но сам автор говорит, что это не он. Может быть это его тезка или попы страйк кинули? Смотри предыдущее видео, ссылочка в описании. Затем Элджея нам сообщает. Клипа Кадиллак не будет. А Морген написал. Догадывался об этом. И после чего они отписались друг от друга в инстаграме. Вот это драма. Что же случилось, скажете вы? Они не поделили тачку? Или же опять Элджею не понравилось, что его имя стоит на втором месте? Или вдруг это очередной продуманный пиар-ход? Но тут проходит меньше суток и клип снова на канале. Но что-то изменилось. Так, посмотрим. Опачки. Элджея на первом месте. В итоге мы имеем два варианта. Первый. Элджея реально негодует, что он на втором месте. Я не согласен быть вторым и никогда не соглашусь. Поэтому мне нужна лампа, а ты мне больше не нужен. И второй. В одной из трансляций Моргенштерн говорит. Мы новое розовое вино. И к этому поподробнее. Если вы помните, с розовым вином было все точно так же. Педук стоял на первом месте. Элджея негодовал. Клип удалили. Элджея занял свое первое место в названии. И все сразу стали счастливы. Конец. Ситуация точно такая же. Как-то подозрительно, да? Вам не кажется? Время сумасшедших теорий. Совсем недавно на Моргенштерна наезжали как фанаты, так и хейтеры. За то, что он сплагиатил трек Федука 27. В розовом вине был Элджея и Федук. В новом Кадиллаке Элджея и Моргенштерн. Морген говорит, что это новое розовое вино. Его обвиняют, что он плагиатит Федука. Вывод. Он возродившийся Федук в розовом Кадиллаке. Такой, знаете, Федук Штерн. 2018. Ну что, дропаем клип? Да, конечно, братишка. Через какое-то время. Нах, ты кинул страйк. А какую охрену я второй? Я не согласен быть вторым. Ты еще пожалеешь об этом? 2020. История повторяется. Клип заблокирован, потом разблокирован. Элджей первый. Все прекрасно. И тут появляется Федук. Ну здорово, Федя. Смотри, я снова на коне. Я самый популярный. Во всех тачках играет Кадиллак. Все школьники ходят по райончику с колонками. Это самый популярный трек 2020-го. Я не Федук. Я теперь Федук Штерн. Самый крутой трек, говоришь? Ты уверен в этом? Похож на птицу. На принца. На принца. Или на орла. Я беру вторую бутылку розового вина. История повторяется. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пишите в комментариях, зачем в 2020-м нужно розовое вино? И почему Морген захотел вернуть 2017-й? Если понравилось видео, подписывайся на канал и до новых встреч!